Привет, меня зовут Рафаэль. Я преподаватель и модератор по вопросам миростроительства. Это видео предназначено для всех, кто хочет улучшить свои организационные навыки онлайн, независимо от того, являетесь ли вы учителем или нет. Как руководитель группы в этом видео, я кратко расскажу о некоторых ключевых советах и инструментах, которые вы сможете использовать, чтобы ваши онлайн-встречи были эффективными и увлекательными. Я также хочу добавить, что многие из моих инструментов я взяла из сообщества по содействию обмену инновационными изменениями, членом которого я являюсь. Поскольку тщательная подготовка является ключом к успешному онлайн-занятию, сегодня мы рассмотрим более конкретные действия, о которых стоит помнить при подготовке к нему. Мы кратко рассмотрим, как определить повестку дня и направление работы, как использовать инструменты и как проявлять творческий подход. Давайте начнем. Онлайн-встречи могут быть более утомительными, чем личные встречи. Поэтому я рекомендую делать перерыв от 5 до 15 минут после каждого часа вашего семинара. Помимо этого, если у вас уже запланировано определенное количество времени для вашего семинара, который вы раньше проводили с личным присутствием участников, подумайте о том, чтобы сократить это время на 30-50%. Это не означает, что нужно убрать элементы, которые имеют решающее значение для вашей встречи. Просто нужно быть особенно внимательным ко времени в процессе подготовки. Разные люди предпочитают учиться и взаимодействовать по-разному. В сообществе по содействию обмену инновационными изменениями мы рекомендуем использовать модель ПМД как метод обеспечения индивидуального подхода к каждому типу обучающихся. Модель ПМД означает практический, эмоциональный, ментальный и духовный подход. Практичные обучающиеся с желанием станут заниматься тем, что более конкретно и ощутимо. Поэтому, если я провожу онлайн-обучение по вопросам виртуальному содействию, оно может включать рассмотрение технических аспектов использования Zoom или онлайн-инструмента, такого как Google Docs, или представление конкретных активных упражнений, которые люди могут использовать. Эмоциональные обучающиеся предпочитают взаимодействовать через человеческое общение. Поэтому для вашей встречи это может включать считывание людей, когда они приходят, использование музыки во время перерыва, использование занятий, активирующих группу, а также процедуру регистрации или опрос в конце мероприятия. Ментальный тип обучающихся любит размышлять и обсуждать факты. Поэтому, например, представление модели ПМД является способом вовлечения таких обучающихся. Кроме того, мозговой штурм и беседы также помогут привлечь такой тип. И, наконец, духовному типу обучающихся нравится соприкасаться с более широкой картиной мира. Таким образом, в семинар нужно включать размышления о его целях, увеличение масштаба, чтобы увидеть общую картину, связать личную цель участников с целью общего проекта. Поэтому, создавая свою повестку дня, убедитесь, что у вас есть баланс действий, соответствующий потребностям для каждого типа взаимодействия. Конечно, эта модель не предназначена для того, чтобы классифицировать людей. Люди гораздо сложнее, и их невозможно разделить на такие жесткие категории. Тем не менее, эту модель можно использовать в качестве эффективного руководства для обеспечения разнообразия стилей взаимодействия для разных людей. Как только вы определитесь с повесткой дня, поделитесь ею с участниками заранее. Тем не менее, эту модель можно использовать в качестве эффективного руководства для обеспечения разнообразия стилей взаимодействия для разных людей. Как только вы определитесь с повесткой дня, поделитесь с участниками заранее. Сообщите им, понадобится ли что-нибудь с их стороны для подготовки, например, бумага или маркеры, или даже просто вода, чтобы во время занятия можно было утолить жажду. Если вы хотите побудить участников использовать свою камеру во время вашего онлайн-занятия, очень важно также сообщить им об этом заранее. Если семинар длится несколько дней и вам нужны отношения между участниками, я рекомендую начать разговор до начала вашего занятия, предложив участникам представиться либо по электронной почте, либо в совместно используемом документе, либо через специальный чат WhatsApp, независимо от выбранной вами платформы. По мере подготовки к онлайн-сессии приготовьтесь использовать онлайн-инструменты, которые облегчают взаимодействие в процессе онлайн-обучения. Вы можете использовать онлайн-опросы, проводить онлайн-мозговые штурмы, список можно продолжить. Но что-то такое простое, как совместно используемый документ Google может быть очень эффективным инструментом для организации занятия и сбора результатов, полученных в ходе занятия. Например, в совместно используемый документ Google можно включить план занятия, ключевые цели, все ссылки, а также дополнительные ресурсы, такие как биографию участников. Совместно используемый документ также можно использовать для совместной работы. Например, если вы решите разбить участников на сессионные залы, можно использовать таблицу, чтобы участники каждого зала могли внести основные результаты своего занятия. И это действительно здорово, потому что при его заполнении они также видят результаты других групп в сессионных залах, которые ведут работу параллельно, а также ключевые результаты в живом формате. Это действительно очень удобная функция и инструменты. Какие бы инструменты вы не подготовили, убедитесь, что все ссылки для копирования и вставки в окно чата во время онлайн-занятия у вас уже готовы. Я объединяю справедливость и вовлеченность в одном разделе, потому что вопросы власти, привилегий, а также культуры влияют на способность и желание участников взаимодействовать. Частью эффективной работы онлайн-модератора является обеспечение пространства, доступного для всех участников, чтобы они могли участвовать в работе и вносить свой вклад. В зависимости от культуры и контекста в эфирном времени могут доминировать некоторые из них, например, белый мужчина с запада. Откровенный разговор в начале онлайн-занятия о том, как вы хотите, чтобы у всех было равное время для совместного использования, может задать правильный тон и помочь убедиться, что в разговорах не доминируют только некоторые участники. Кроме этого, важно иметь в виду, что хотя проведение онлайн-мероприятия уравнивает доступ к таким встречам, их качество зависит от качественного приключения участников Wi-Fi. Так, например, включение видео во время онлайн-встречи безусловно повышает вовлеченность участников. Однако у некоторых участников может просто не быть достаточно мощного Wi-Fi соединения для просмотра видео. Однако у некоторых участников может просто не быть достаточно мощного Wi-Fi соединения для просмотра видео, а другие участники могут жить не одни и не иметь личного пространства. Некоторые участники могут испытывать смущение или им просто некомфортно показывать свой дом или задний план. И хотя лучше всего использовать камеру, важно быть деликатным и осознавать неравенство, которое может подчеркнуть включенная камера. Ви-фи также влияет на способность участника быстро перейти в сессионный зал или вернуться в зал на основное мероприятие. Это может занять до двух минут при медленном подключении к ви-фи. Поэтому очень важно проинформировать участников о том, что перед началом дискуссии необходимо подождать до двух минут, пока все не соберутся. То, что ваша встреча проходит онлайн, не означает, что вы не можете проявить творческий подход. Используйте имеющиеся в вашем распоряжении инструменты для творческого вовлечения участников в процесс. Используйте имеющиеся в вашем распоряжении инструменты для творческого вовлечения участников в процесс. Например, на большинстве онлайн-платформ для конференций имеется функция изменения имени. Попросите участников изменить свое имя, добавить местоположение, возможно указать псевдоним или даже проверить уровень энергии на вашем мероприятии, попросив участников указать его рядом со своим именем. Будьте гибкими и в отношении активных упражнений. Попросите участников встать со своих мест. Дайте им задания, которые заставят их перемещаться по пространству вокруг них. Кроме того, не думайте, что вы должны ограничивать себя компьютером. Если у участников есть смартфоны, что уже не новость в наши дни, подумайте о внедрении заданий, во время которых участники гуляют или даже выходят на улицу. Другими словами, не ограничивайте себя. Экспериментируйте с имеющимися в вашем распоряжении инструменты. И как только вы найдете великолепное задание, обязательно сообщите об этом нам. Итак, сегодня мы рассмотрели некоторые советы и рекомендации, чтобы убедиться в том, что ваши следующие онлайн-встречи будут эффективными и увлекательными. Надеюсь, это было полезно. Обращайтесь к нам, если у вас есть какие-либо другие вопросы. А я желаю вам потрясающих онлайн-конференций.